Слава Тебе, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи, истинный Бог наш, молитый им, причистый Своей Матери и всех святых помилует и спасет нас, всяко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из слова Иоанна Затоустова на Новый год. Происходящее сегодня дьявольское всеночное гуляние, шутки, бранные крики, ночные пляски и смешные забавы хуже всякого неприятеля пленили наш город. И тогда, как должно было бы сокрушаться, плакать, стыдиться, и как согрешившим, так и не согрешившим, одним, смотря на свои грехи, а другим, смотря на бесчиние, братья, наш город веселится, красуется и увенчивается. Площадь, как любящая наряды и роскошная женщина, сегодня заботливо украшается. Всякий мастеровой, выставляя на показ свои работы, старается перечаголять своего товарища. Такое соревнование, хотя показывает ребяческий ум и душу, неспособную к великим и возвышенным помыслам, но не слишком большой влечет за собой вред. Есть только какое-то безрассудное рвение, навлекаемое на соревнователей осмеяние. Если ты хочешь украшать, то украшай не мастерскую, но твою душу, не площадь, но ум, чтобы ангелы дивились и архангелы одобряли твое дело. И владыка ангелов наградил тебя своими дарами. А хвастовство, совершающееся ныне, возбуждает и смех, и зависть. Смех в тех, которые мыслят несколько выше, а зависть и великую ненависть в тех, которые подвержены тем же болезням. Но, как я выше сказал, такое соревнование заслуживает небольшого порицания, а более всего прискорбны состязания, которые происходят сегодня в гостиницах, и преисполнено распутство и великого нечестия. Нечестия, потому что занимающиеся ими замечают дни, гадают и думают, что если первый день этого месяца они проведут в удовольствиях и веселье, то и весь год будет тоже. А распутство, потому что на самом рассвете и женщины и мужчины, наполнив стаканы и чаши вином, напиваются с великой неумеренностью. Это несообразно с нашим любомудрием. Сами ли вы делаете это, или позволяете делать другим слугам, или друзьям, или соседям? Неужели ты не слыхал слов Павла? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Послание к Галатам 4 глава. Храни всех Господь! Кто готовился к исповеди, оставайтесь.